Уважаемые коллеги, чаще всего в последнее время либерализм рассматривается как некий исторический этап. Был либерализм, остались некие либеральные рецидивы, но в данном докладе постановка вопроса другая. В данном докладе выдвигается тезис о том, что либерализм был доведен до своего предельного воплощения, предельных оснований, а дальше двинулся дальше, а дальше появляются тенденции фашизации. Может показаться, что это соединение либерализма и фашизма, некий такой постмодернистский оксюмарон. Но обратимся к 1932 году. Время прихода националистов в Германии высказывание Герберта Уэльса. Прогрессивисты должны стать либеральными фашистами и просвещенными нацистами. Либеральными фашистами и просвещенными нацистами. Идея объединения либерализма и фашизма, их общности возникает не сегодня. А вот какой расклад геополитической ситуации. Достаточно странные возникают геополитические и политические альянсы. Альянсы соединения политического союза либерализма и фашизма. Латинская Америка. Либерализм плюс режимы Хунды. Ближний Восток. Либерализм плюс братья-мусульмане. Пайбалтика. Либерализм плюс движение памяти легионеров СС. Украина. Либерализм плюс необандеровцы. Турция. Либерализм. Движение Тахаира. Либерализм плюс туэцкий национализм. Белоленточное движение в России. Либерализм плюс скинхеды. Либерализм и фашизм оказываются объединены сегодня. Является ли это чем-то принципиально новым? Мы смотрим, известно, кто финансировал нацизм в Германии. И даже здесь появлено такие данные по 1941 году, когда Вторая мировая война уже была в самой развертке. Стандартой, Дженерал Моторс, Форд и т.т. продолжают финансировать Адольфа Гитлера. Значит, не случайно. Значит, какие-то основания для этого альянса существовали. Несколько высказываний лиц, которые считаются, ну, наиболее такими яркими представителями идеологии либерализма. Людвиг фон Мозес. Нельзя отрицать, что фашизм и близкие ему движения, стремящиеся к установлению диктатуры, поисполнено лучших намерений, и что их вмешательство в данный момент спасло европейскую цивилизацию. Эта заслуга фашизма останется в истории навечно. Деяния фашистских и соответствующих им партий были эмоциональными рефлекторными действиями, вызванными возмущениями деяния большевиков и коммунистов. Фашизм рассматривается как та сила, значит, одним из виднейших идеологов либерализма, как сила, которая противостояла исторически коммунизму и большевизму. Высказывание Фаидеха Августа фон Хайека. Иногда стране необходимо воименное установление диктаторской власти в той или иной форме. Как вы понимаете, диктатор может править по-либеральному, так же, как демократия может править совершенно без либерализма. Лично я предпочитаю либерального диктатора, демократическому правительству, которому недостает либерализма. И еще одно высказывание. Это уже высказывание современного исследователя феномена либерализма и Шайланда. Фашизм, несмотря на его слова и жесты, пришел вовсе не сражаться с либерализмом, но прежде всего в качестве его союзника, хотя и задействовавшегося ракомерного, но оказывающего столь необходимую помощь. Когда говорим о фашизме, часто можно услышать следующее. Ну что, фашизм был только в Италии. Такой этимологический подход, ну в буквальном прочтении, значит, фаши, фашизм, только итальянский, соответствующий опыт Италии присваивает себе это наименование. Мы в данном случае рассматриваем более широкую трактовку фашизма, как идеология превосходства, отсюда выделяется типология фашизма. Есть фашизм, где декларируется, утверждается расовое превосходство. Другой вариант фашизма – это кланово-родовое превосходство. Наконец, фашизм, где превосходство – это принадлежность корпорации, финансовой корпорации, силовой, меритократической. В итоге объединяет их легитимизация власти сильных. И в этой связи, ведь это тоже не сегодня возникающий подход, а цитата из работы 1936 года. Фашизм, представляющий до сих пор плохо замаскированное смешение всевозможных, трудносочетаемых лоскутий и отбросов, корпоративизма, цезаизма, бонапартизма, монархизма, военной диктатуры и даже теократии в католических странах, нашел здесь, наконец, свою безукоризненно соответствующую фундаментальную форму государства – олигархический деспотизм. Сказано это было в отношении Германии 1936 года, но как актуально это звучит? Здесь представлено типологическое сравнение модели фашизма, германская модель фашизма, итальянская модель фашизма. С одной стороны неравенство социальных стран, с другой стороны неравенство народов, борьба с социальным смешением итальянский вариант, борьба с расовым смешением германский вариант, в итоге расистский фашизм, нацизм в германском варианте И корпоративный фашизм, итальянский вариант. Объединяет их идея, идеология превосходства. Если мы распределим идеологии по такому политическому спектру, посмотрим, возьмем в качестве кайтерии, это кайтерии равенства и неравенства. Левый полюс это абсолютное равенство, правый полюс это абсолютное неравенство. Понятно, что в практическом выражении и абсолютного 100% равенства, и абсолютного 100% неравенства не бывает, но если разместима идеология по такому спектру, что получится? Итак, слева коммунизм, дальше движение в правом направлении государственный социализм, далее социал-демократия, далее либерализм, далее то, что называется либеральный консерватизм, национальный консерватизм, но сегодня по сути дела это как прикрытие корпоративизма, далее фашизм, но этим не заканчивается, далее теократизм, когда в общем происходит обыжествление высшей власти, управление богом, живыми богами на земле. Что следует из этой классификации? Следует из этой классификации, что во-первых, не работает тезис, который очень популярен в рамках теории тоталитаризма, объединяющий коммунизм и фашизм, мы видим они на разных полюсах, и видим, что если последовательно двигаться вправо, то от точки либерализма мы приходим к точке фашизма. Дальше смотрим, а как это исторически притворялось. Опыт идейно-властной эволюции Германии. После ноябрьской эволюции 18-го года особо сильные позиции занимала пол-партия, здесь приводится Карл Липник, но далее инициирующая роль переходит в социал-демократам, рейх-президент, социал-демократический шаг, рейх-президентом становится Эберт. Эберт, период правления Эберта идет в общем в направлении либерализации, его курс от социал-демократических идеалов к либеральному, дальше либеральные рейх-президенты Ганс Лютер, Вальтер Симмонс, дальше Гинденбург, национал-консерватизм, какие коннотаты возникают по отношению к сегодняшним заявлениям об идейном позиционировании консерватизма в России, и далее фашизм, а далее крах этой системы. А вот мы смотрим далее, что происходит на постсоветском пространстве, какая здесь логика. Итак, государственный, значит, социализм, государственная, которая заявлялась как общенародная собственность, далее либерализм, приватизация ресурсов, но далее следующий этап, корпоративизм, по сути дела, приватизированное государство, и мы, значит, наблюдаем на постсоветском пространстве, во что выродились эти режимы, и современная украинская ситуация дает этому яркую иллюстрацию, ну а дальше, что из этого, дальше эту систему надо идеологически обосновать и закрепить, идеологическое обоснование превосходства и присвоения, то есть фашизм. По большому счету вопрос не ограничивается историей 20-40-ми годами 20-го века, вопрос такой фундаментальный и мегаистоический, вопрос связан с проблемой равенства и неравенства. Когда-то в античном мире, вот кризис античного мира был связан с усилением тренда неравенства, по сути дела, все шло к тому, что заявлялось об антропологическом неравенстве человечества. Раб не человек, люди принадлежат к разным антропологическим типам, раб не является человеком вовсе. Все это было до тех пор, и принципиальный исторический перелом, это Нагорная проповедь Христа, который заявил, что не должно быть ни или иудея, не должно быть в принципе богатого и бедного, не должно быть декларация социального равенства. И дальше, если мы посмотрим исторически, два направления и два типа проектов. Одни проекты – это утверждение антропологического единства, проекты, условно, которые можно назвать проекты Нагорной проповеди, и второе направление – проекты антропологического неравенства, условно, которые можно назвать антиевангельские проекты. Здесь мало что изменилось впоследствии, если мы будем сравнивать с античными временами. Да, и в античном полюсе декларировалась идея свободы, но свобода сочеталась с рабовладением, с рабством. Почему? Потому что человеком считался только политес. Человек – это политес, соответственно, не к гражданин полюса, он не относится к политес, не относится к человеку, но раб – это вообще говорящий орудие труда. Но вот здесь проведены изображения ряда американских президентов. Что их объединяет? Все они были либералы, приверженцы либеральной системы ценностей, но все они были рабовладельцы. Как это сочеталось? Очень просто. Свобода не для всех, свобода для избранных. Либерализм и фашизм. По сути дела, и в основании и либерализма, и фашизма лежит одна и та же модель. Лежит гопсовская модель, модель борьбы. Либеральная модель, что мир – это поле конкуренции индивидуумов, ведется борьба за существование. Но и фашистская модель – это то, что мир есть поле-поле борьбы. В результате этой борьбы появляются успешные и неуспешные. А вот деление, значит, успешные – это элита, неуспешные – это отверженные. Но и фашистская модель та же самая. Есть те, кто выигрывает в этой глобальной борьбе, народы высших рас, есть расовые несовершенные, есть недочеловек, недочеловек-унтерменш. Но что далее происходит с либеральной, исторически с либеральной идеологией? То есть требуется, есть успешные, есть те, кто проиграл борьбу, необходимо закрепить власть успешных идеологически, институционально, правовым образом, и либерализм, либеральная модель начинает трансформироваться в модель фашистскую. Вот здесь схематически представлена тенденция фашизации, дефашизации в истории 20-21 веков в контексте борьбы социалистического с одной стороны проекта и либерального проекта. Начало 20 века, с одной стороны, усиление демократического движения, социального движения, Октябрьская революция венчает этот процесс. С другой стороны, этот период в истории либерализма можно определить как либерализм, загнанный в угол. Необходимо подавление этого демократического движения, и фашизм как раз возникает для реализации этой функции. Далее, Вторая мировая война, победа над фашизмом, создание международной социалистической системы. Либерализм в этот период открещивается от фашизма. И в этот период, после установления мировой социалистической альтернативы, мы видим тенденцию дефашизации мира. Устанавливается модель социального государства, в общем, увеличивается социальный пакет во всем мире, поскольку была альтернатива. Но где-то в середине 70-х годов, а это контекстно с врождением, по сути дела, советской системы начавшейся, мы видим другую тенденцию. Эту тенденцию хорошо отразила известная работа «Коизис демократии», в котором Хантинтон принимал участие, что либерализм разводится с демократией. Вместо демократии устанавливается новый иерархизм, по сути дела, начинается тенденция корпоративизации. Наконец, рушится Советский Союз, рушится, снимается социалистическая альтернатива. И что мы наблюдаем дальше? Дальше феномен пайватизированного государства, о котором говорили ранее, либерализм становится, по сути окончательно разводится с демократией, становится элитаизмом. Для иллюстрации количественной, чем различаются эти модели, различаются эти подходы. Ну вот, первая модель сверху рисунок, модель мироустройства, значит, либеральная модель условного мироустройства. 15% населения земного шара, значит, потребление находится порядка 70%. И принципиально другая модель, которая была предлагалась в рамках социалистической альтернативы. Здесь представлена по 1989 году разность между производством ВВП на душу населения и потреблением по республикам СССР. Здесь прямо обратная ситуация. Значит, производили больше, чем потребляли, только РСФСР и Белоруссия. То есть центр жил хуже, чем периферия. Принципиально другая модель социалистическая, в отличие от модели либеральной и фашистской. Еще один индикативный график. Отношение в доходах ВВП на душу населения 10% наиболее богатых стран мира, 10% наиболее бедных стран мира. И здесь мы четко видим две такие тенденции условно фашизации. Значит, первая половина 20 века это неравенство усиливается. Ну вот возникает социалистическая, советская альтернатива, и мы видим, как сокращается разрыв между наиболее богатыми и бедными. Рушится Советский Союз, снимается эта альтернатива, и в геометрической прогрессе неравенство идет вновь. Либерализация и фашизация оказываются в одном тренде, и связаны это либерализация и фашизация как следствие с установлением, усилением социального неравенства. Вот здесь еще такой индикативный график мы посчитали по данным на 1985 и на 2009 год по политическим партиям, находящимся у власти. Как сами они себя позиционируют, к какой идеологии относятся. Что получилось в итоге? Вот с синеньким вы видите, это 1985 год, значит, принадлежность к политическим партиям. Оранжевым это 2009 год. Что можно наблюдать? Можно наблюдать принципиально, принципиальное поправение сдвинулось справа. Вот видим, сократилось, значит, 1985 год, доминирующий в большинстве стран, значит, была у власти эта партия, которая позиционировалась как либеральные. Сегодня либеральные партии существенно потеряли количество стран, но зато значительно больше стало стран, которые позиционируются как консервативные, национально-консервативные, национальные партии, исповедующие национализм и так далее. Мы видим, с одной стороны, тенденция вправо сместилась, значит, опять-таки это подтверждает вот этот тезис о трансформации либерализма, значит, тенденции в фашизм. И с другой стороны мы видим по оранжевому графику вот эту поляризацию сил, которые идут вправо, значит, сил, которые, значит, придерживаются левой платформы. И, в общем, это соответствующий исторический симптом. Ну, как же могут задать вопрос? Все-таки два ключевых, фундаментальных при сравнении либерализма и социализма вроде бы различия. Первый – это вопрос о свободе. Второй – это вопрос о ценности индивидуума. Как быть со свободой, как быть с ценностями индивидуума, которых либерализм утверждает, а фашизм, в общем, дезавуирует. Вначале о ценности свободы. Ну, хочу заметить, что вообще, если на принципиальной любое общество, любая социальная сборка, она не может быть построена на идее свободы как таковой, взятой за основу. Любое общество предполагает, его социогенез, какое-то ограничение. Общество начинается с табу. В данном случае я приведу часть цитаты Василия Розанова, сказанного по поводу свободы. От свободы все бегут. Работник к занятости, человек к должности, женщина к мужу, всяких чему-нибудь. Все лучше свободы. Кое-что лучше свободы. Хуже свободы вообще ничего нет. И она нужна хулигану, лоботерясу и сутенеру. Исторические… Если мы посмотрим, в такой исторической развертке, то есть, по сути дела, когда возникал либерализм, либеральная идеология, осуществовала действительно иерархическая система, система средневекового общества, то что, значит, в качестве чего использовался либерализм? Либерализм был инструментом для того, чтобы эту социальную систему разрушить. Разрушение социальных перегородок, свобода, равноправие, индивидуум, а не группа, но что дальше? Эта система разрушается, прежнего иерархизма, но вместо этого, через некоторый исторический интервал, начинается строиться другая иерархическая система. Произошедшая инверсия. Либерализм был инструментом, но инструментом для того, чтобы выстроить новую иерархию. Свобода. Вот мы уже приводили в отношении рабоводельцев американских президентов. Свобода одних предполагает не свободу других. Древний мир. Средние века. Свободные. И был термин, который определял определенную социальную свободную. И рабы крепостные. Свободные. Не могли существовать без навыки, чьи рабы, как и по сну. А сегодня такая постановка вопроса. Свободные, бедные. То есть, по сути дела, та же проекция. В геополитической развертке свободный мир в античном варианте варвары, не свободный. А сегодня в политической терминологии свободный мир и автократическая периферия. Свобода одних предполагает наличие несвободы других. Какая модель сформировалась, если мы будем говорить о мир-системе в итоге? Либерализм здесь достаточно четко связан и сопряжен с фашизмом. В центре либерализм. Это страны золотого миллиарда. Свобода для избранных. А по периферии устанавливаются, по сути дела, фашистские режимы. Автократия, иерархизм, непотизм. И здесь принцип уже совершенно другой. Несвобода для большинства. Одно связано с другим. Либерализм и свобода в центре, и фашизм, и несвобода на периферии. Одно дополняет другого, и одно не может без другого существовать. Второй тезис. Второй тезис. А как же быть вот с гуманизмом и с ценностью индивидуума? Вот здесь рассчитаны демографические потери России в результате либеральных айфор. Значит, здесь мы видим, сколько было на конец 80-х годов, значит, сколько стало в итоге сегодня по численности населения, и сколько должно было быть, третий столбик, сколько должно было быть, если коэффициент рождаемости и смертности сохранялся бы на уровне конца 80-х годов. Мы видим, что потери России, таким образом, составляют 30 миллионов человек. Может быть, это мировой тренд, и так вот, в общем, в целом произошло. Но мы видим, а что произошло в Соединенных Штатах Америки. Сколько было, сколько стало, сколько должно было стать. Здесь плюс 24 миллиона человек больше, чем должно было быть, если мы бы, в общем, сохранялся этот коэффициент рождаемости и смертности конца 80-х годов. Здесь видно, кто является бенефициаром этой системы. Есть несколько высказываний, вот, в развертке связей, ну, видных, считающихся либеральными представителями нашей политической элиты. Юргенс, России мешают русские. Основная масса наших соотечественников живет в прошлом веке и развиваться не хочет. Русские еще очень архаичны. В российском менталитете общность выше, чем личность. Ключевое слово. Гайдар, идут радикальные преобразования, с деньгами сложно, и уход из жизни людей, не способных противостоять этим преобразованиям, дело естественное. Чубайс, что вы ловнуетесь за этих людей? Ну, вы имеете 30 миллионов, они не вписываются в рынок. Не думайте об этом, новые вырастут. Чем тут принципиально либерализм и фашизм различаются? Карта преступления либерализма, условно. Значит, здесь показано по сторонам мира наиболее крупные демографические численные потеи, которые были связаны с либерализмом. Здесь и соответствующие демографические потери России, здесь и 40 миллионов умерших в результате эпидемии голода в Индии, здесь и геноцид в отношении аборигенов Африки, Америки, Австралии, здесь и огромное количество, более 100 миллионов наркозависимых людей после опиумных войн в Китае. Здесь я сошлюсь в данном случае на исследование британского ученого Стюарта Лейкока. Он посчитал, вот Великобритания, страна, которая традиционно выступает и позиционируется как носитель либерализма. Но что мы видим? По его подсчетам, сколько стран не вторгалась Великобритания военным путем? Таких стран, ныне существующих, всего 22. Вместе с Соединенными Штатами Америки это будет еще меньше. То есть удивительное дело, страна, которая несет, экспортирует либерализм, она несет и военную экспансию, связанную с военной экспансией жертвы. И в итоге, значит, в итоге, резюмируя, можно, Степан Степанович говорил об этой развертке, личность, общество, государство. Так вот, это развертка между двумя проектами и двумя направлениями в развитии человечества. Идем в одном направлении, социализированная модель, личность, человек-социальное существо, как перспектива, человек-существо духовное. Другое направление, значит, либеральное направление, личность, человек-индивидум и далее, следуя по этой логике, человек-зрень. Общество, социализированная модель, общественные интересы преобладают над частными, коллективизм, социальный патернализм. Идем далее, в будущее, отсюда, солидаризированные общества, альтруизм. Идем в объекты либеральной логики. Частный интерес преобладает над общими, индивидуализм, конкуренция. Отсюда, следующий этап развития этой логики, диктатура меньшинства, неравенство, неравенство антропологическое. Государство. Если в социальное направление идем, государство-социальная оболочка, социализированная модель. В перспективе нравственное государство. Идем в либеральной логике, освобождение индивидуума от государства, а далее власть избранных, государство-корпорация. По сути дела, сформировалось две альтернативные, два альтернативных взгляда на историю. История как социализация и история как индивидуализация. Отсюда же две версии социальной эволюции. Первая версия. Социальная эволюция как солидаризация. Отсюда идеал человеческого братства. И вторая версия. Социальная эволюция как борьба за существование. Если социальная эволюция, борьба за существование, отсюда глобальная конкуренция. Есть успешные и неуспешные. Есть сильные, которые побеждают слабых. Либерализм. Но следуем далее. Далее развивает улыбка. Глобальная война. Закрепление власти этих самых сильных. Превосходство. Присвоение неравенства. По сути дела, заявляя об эволюции, заявляя о прогрессе, в итоге либерализм и вытекающий из него фашизм приходят в контрреволюции. Отойцание самой перспективы человеческого развития. То есть вызов. Вызов здесь не только в отношении ныне живущих, а в отношении эволюционного процесса. И последнее осуждение фашизма, произошедшее на нюрнбернском процессе, фашизм был осужден, неприлично использовать наименование фашизм, но вытравить корни фашизма, не осуждая его идейные истоки, самого вектора, откуда это направление вышло, думаю, нельзя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.